Всем привет! Погода хорошая еще не настала, а вот время сравнений да. И сегодня мы с вами поговорим про Canon ESR в сравнении с Pentax K1 2 версией. В принципе тушки стоят примерно одинаково. К сожалению у меня нет топового полтинника для ESR, поэтому приходится использовать дешевеньки 50 мм F1.8 STM. Здесь же у нас 50 мм F1.4, премиум объектив от компании Pentax, поэтому в каких-то моментах этот фотоаппарат будет выигрывать. Да, сразу уточняю, что сегодня мы будем смотреть в основном качество снимков, то есть посмотрим как матрицы этих фотоаппаратов ведут себя в деле. Дело в том, что в принципе фотоаппараты достаточно разные. Это зеркальный фотоаппарат, это камера беззеркальная. Соответственно сравнить их по каким-то другим критериям сейчас мне не очень хочется. А посмотреть именно на картинку, на то, что получается в итоге, мне бы хотелось. Все дело в том, что я по отдельности делал уже достаточное количество кадров и на этот, комплект и на этот, но разница, которая должна по идее быть с точки зрения ISO, с точки зрения динамического диапазона, с точки зрения какой-то детализации, она должна быть именно в пользу вот этой камеры, я не смог отметить именно делая кадры не попарно, а в отдельности. Сегодня мы делаем парные кадры, которые можно будет непосредственно сравнить, и мы с вами этим займемся. Ну, давайте приступим к тестированию. КОНЕЦ 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 Сейчас вы видели небольшое слайд-шоу, на котором были представлены снимки с обеих камер, в сравнении, но эти снимки были проявлены, соответственно, мною в Lightroom, и изначально они, конечно, друг от друга гораздо сильнее отличались, я бы так это сказал, потому что камеры все-таки работают немного по-разному. Давайте посмотрим, как выглядели сырые снимки с камер, до того, как они прошли проявку в Lightroom. Первый кадр, в принципе, все настройки вы видите в верхней части, что на какую камеру снято, слева у нас пендекс, справа Canon. Я пока коррекции не отменял, потому что хочу показать, как с ними выглядят изображения при стопроцентном кропе. Давайте приблизим, например, вот этот вот небольшой, не знаю, как назвать, кустик. Но тут вы видите, на самом деле не совсем понял я причину вот такой вот нерезкости в данном моменте у пендекса. Возможно, у нас какие-то были проблемы с фокусировкой. На дальнейших изображениях мы проверим. То есть здесь, конечно, сами видите, что фокус у Canon попал гораздо лучше, и кустики эти намного более резкие получились. Если мы смотрим на дальний план, на какой-то, вот, например, давайте выберем какое-нибудь одно дерево, например, вот это большое, центральное. Посмотрим на него. То есть здесь кажется, что картинка с Canon выходит порезче. Сложно сказать, с чем это связано непосредственно на данном снимке, потому что в дальнейшем вы увидите, что не все так однозначно. Но вот если мы говорим про конкретно этот снимок, то здесь определенно у нас Canon смотрится интереснее, несмотря на то, что оптика на нем используется совсем уж дешевенькая. Да, если мы отменяем, вот здесь вот щелкаем на Reset, все настройки у нас скидываются к заводским, с профилем Adobe Color. И, в принципе, то же самое мы делаем для Pentax. Тогда картина у нас следующая. Если вы смотрели предыдущее видео, где мы сравнивали первый Canon 5D с Pentax, то вы помните, в чем там была соль по цветам. У Pentax цвета уходили в небольшую зелень, у Canon они были немного пурпурные. Здесь я особо не наблюдаю пока пурпурного, но очевидно, что кадр с Pentax более зеленый. Если мы начнем приближать это дело, то, в принципе, мы видим ту же картину, что и без какого-либо редактирования. На самом деле, весь процесс проявки, он в основном касался цвета, контраста, хайлайтов и так далее. То есть мы ничего особого в плане резкости не делали. Тут она по умолчанию, скорее всего, на обоих кадрах стоит по 40. Давайте проверим этот момент на всякий случай. Здесь 40 стоит, и здесь стоит тоже 40. Собственно, опять все настройки вы можете видеть. Если мы здесь приближаем, давайте какую часть кадра, давайте центр приблизим, вот между этими ветками попробуем приблизить. Так это выглядит на Canon, так это выглядит на Pentax. Ну, тут уже, конечно, тяжелее найти разницу между кадрами. Давайте ствол дерева приблизим. Ну, по-моему, максимально приближенные кадры, да, по резкости. Очень сложно найти какие-то отличия. Что касается начальных профилей, то, опять же, мы сбрасываем то, что у нас было изначально. Вообще, кадр Canon был немного темнее, но там без проблем. Это, конечно, мы вытягиваем. И на таком кадре, ну, ничего особо не поменяется с точки зрения детализации, как мы уже выяснили на предыдущем снимке. Но что касается цветов, то, опять же, вы можете посмотреть, что тенденция сохраняется. Кадр с Pentax немного более зеленый. Вот такой вот кадр. В принципе, вы видите, тут много разных цветовых оттенков. Есть зеленые, желтые цвета. Можете посмотреть, что после обработки, в принципе, фотографии очень похожи и с точки зрения цвета. Возможно, Canon немножко поярче здесь у нас после обработки выглядит. Но это не так принципиально. Опять же, скидываем все к базовому уровню и наблюдаем разницу в цвете. Конечно, если мы говорим вот именно про этот кадр, не будем говорить про экспозицию, про недосвет там или еще что-то. Но если говорить чисто про цвет, то, конечно, лично мне кадр с Canon нравится больше. По цвету он более естественным выглядит. Теперь давайте немного про портрет поговорим, про цвета. Собственно, вот это у нас уже, можно сказать, изображение готовое к проявке. Соответственно, тут настройки у нас подкручены. И изображения выглядят, ну, мне кажется, максимально приближенными друг к другу. То есть, слева у нас Canon, справа у нас Pentax. Если мы приблизим и посмотрим резкость, то, опять же, удивительным является то, что на Canon достаточно неплохо выглядит картинка. Хотя, ну, вот тут уже видно, что не хватает разрешающей способности объектива. То есть, тут у нас на 1.8 снято, фотография здесь на 1.4. Все-таки с Pentax фотографии кажется порезче здесь, на этих кадрах. Но сами понимаете, что разница, конечно, не колоссальная. Но с точки зрения цвета, сами можете посмотреть, что скинтон, в принципе, ну, очень слабо отличается между этими картинками. Возможно, отличаются какие-то цвета. Тут синий отличается от синего на Pentax. Очевидно, что синий на Pentax гораздо более приближен к реальности, к тому, какого реально цвета вот эта куртка. А здесь все-таки почему-то синий немного в зеленый какой-то отдает. То есть, здесь она менее натурально выглядит с точки зрения вот этой картинки. Здесь, конечно, мне это нравится больше. С точки зрения цвета лиц, они, ну, практически ничем не отличаются. Но это уже вопросы к проявке. Вот так вот выглядят сырые кадры с этих камер. Собственно, вы можете посмотреть, что совершенно разная у нас тут получилась экспозиция. То есть, кадр с Canon, он темнее. И, ну, вот таким вот образом камеры настраивают экспозицию в данных условиях. Canon считает, что нужно сделать кадр немного потемнее и рассчитывать на то, что мы будем его вытягивать. А Pentax считает, что, в принципе, и светлый кадр нормальный, и все, что нужно, мы из него вытянем. Сейчас мы вернулись к прежним настройкам проявщика. И хочу вам просто показать, на что повлиял момент с затенением картинки от Canon. То есть, естественно, после того, как нам пришлось высветлять кадр, у нас и количество шумов, оно как бы возросло. То есть, если вы посмотрите повнимательнее на эти кадры, за счет того, что нам пришлось скан на кадр высветлять, у нас появились дополнительные такие лишние шумы. В таком вот разрешении, если мы просматриваем, это никак не влияет на само изображение. Но если мы уже начинаем кропить, то, естественно, дополнительные шумы, они лезут, и они заметны. Их можно попытаться подавить, можно пытаться сделать что-то еще. Я обычно ни к чему подобному не прибегаю в данном случае, потому что эти шумы, они минимальны. Тем не менее, есть вот такая вот небольшая разница, что из-за того, что Canon немного затеняет кадры, приходится их вытаскивать, соответственно, получаем большее количество шумов. И это не единичный случай, как вы могли подумать. Сейчас я вам покажу другие кадры. Это то, о чем я говорил ранее. Не знаю, с чем это связано. Но если вы не будете заморачиваться, если вы не будете обращать на это внимание, то возможны проблемы с определением экспозиции. То есть, Canon в данном случае конкретно затеняет кадр. В принципе, можно понять, почему он это делает. Действительно, большое количество снега в кадре это достаточно серьезный источник света, бликов и так далее. Затеняя кадр, Canon позволяет нам в дальнейшем не потерять какие-то детали в светах, а из теней все-таки достаточно просто, ну, скажем так, проще вытянуть детали, чем из провальных цветов. Пентакс по этому поводу вообще не парится и делает более, как мне кажется, грамотную экспозицию, более усредненную экспозицию, скажем так. Canon все-таки немного затеняет картинку, соответственно, если вы не хотите, чтобы у вас получалось так же, как на левом снимке, вам нужно уже с экспозиции работать. Ну, это уже индивидуальные особенности камер, к которым любой владелец, в принципе, может привыкнуть, попользовавшись одной из них определенное время. То есть, вы снимаете в таких условиях на Canon, если постоянно, вы к этому привыкаете и вы уже знаете, где вам стоит прибавить, где вам нужно, чтобы у вас были остались детали в светах и так далее. То есть, это особая проблема не является, но это вот такая вот особенность работы этих камер и работа в таких условиях, она и оценка экспозиции, она все-таки у камер отличается. Теперь давайте вот на этих снимках посмотрим, как камеры отрабатывают на высоких ISO. Вы можете видеть, что здесь ISO у нас 6400 стоит с обеих камер. Сейчас мы сбросим настройки. Я думаю, вам очевидно, где лучше получился цвет. И получился он лучше, безусловно, с Canon. Это очень близко к тому, что я видел своими глазами. Ну и вообще, этот цвет гораздо более приятный. Здесь у нас опять слишком много зелени. Все у нас буквально зеленое, даже фонарь, даже свет фонарей у нас получился зеленого цвета. Если мы сбросим настройки, я даже Sharp скинул до нуля и сравним шумы на изображениях, то на самом деле кажется, что в некоторых моментах Canon даже выглядит получше. Хотя я связываю это в том числе и с тем, что очевидно на картинке Canon экспозиция потемнее вышла. После обработки получается так, что нам приходится добавлять света Canon гораздо больше, чем Pentax. И из-за этого в конечном итоге у нас получается больше шума на фотографии, на итоговой. Хотя на изначальных снимках количество шума не сказать, что у Canon больше. Ну и конечно, цвет у Canon намного-намного лучше выглядит, чем у Pentax. вот такие вот два снимка еще есть у меня на ISO 100. Они бы не были столь примечательны, если бы ни один момент. Давайте вот что с ними сделаем. Я уже сбросил все настройки к базовому значению. Давайте прибавим плюс 3 экспозиции на каждый снимок. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. На то, что находится у нас в нижней части снимка. Посмотрите, как текстура стены прорисовалась на Кеноне. И что у нас происходит в этот момент на Pentax? В этот момент на Pentax здесь просто ничего нет. Такая ситуация. Это при том, что в целом кадр с Pentax изначально светлее. То есть, тут у нас 1,6 секунды выдержка, здесь 1 секунда. То есть, по идее, кадр с Кен, он темнее. Но, как бы мы не высветляли Pentax, только если мы прибавляем до 5, до 4 стопов, у нас здесь что-то да появляется. И тут уже такие технические дебри, в которые мне лезть не особо хочется. Единственное, что стоит отметить, что с Кенна, безусловно, детали из теней вытягиваются проще, чем с того же Pentax. Ну и нельзя просто так вот взять и не вернуться к вопросу цвета в портрете. Раз уж у нас есть такая возможность, я делал несколько парных снимков в студии на Pentax и на Кеннон. Сейчас попробуем с вами их сравнить. Конечно, совсем уж одинаковых вариантов у меня тут нету, но что-то более-менее приближенное я сейчас постараюсь найти. Собственно, вот два кадра. Один с Pentax, другой с Кенна. Это уже кадры с коррекцией. Соответственно, вы можете оценить, что у нас получается после корректировки. Возможно, кадр с Pentax нужно сделать немного потемнее или снизить хайлайт и так далее, но это не особо важно. Давайте посмотрим, что у нас было изначально. То есть, если мы сбрасываем наши настройки, такой цвет был изначально у Pentax, такой цвет был у Кенна. Еще раз. Вот вы можете сравнить с этим цветом. Думаю, тут какие-либо комментарии излишни. Это еще при том, что мы не применяем никакой профиль Кенна. Если мы используем, например, Faithful или используем портрет, мы получаем еще более интересный цвет. Чего особо не происходит, если мы обрабатываем кадр с Pentax. Применяя встроенные профили, кадр особо лучше не становится. Ну, вот единственный профиль портрета. Собственно, он на конечном итоге был использован. Но все равно вы можете сравнить вот этот цвет вот с этим цветом для Кенона. Это у нас Faithful, это у нас портрет на Кеноне. Все вы видите. Я думаю, не нужно каких-то дополнительных комментариев давать, где цвет лучше. Ну что, выводы, я думаю, вы и сами уже поняли. А сегодня на этом, пожалуй, все. С вами был канал Полный Кадр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Делайте правильный выбор.